Еще одна острая проблема – доступность и качество помощи на селе. Я вам никогда за село не прошу. Никогда запомните это. Прежде всего, губернаторы, я с вас шкуру сорву, но вы мне наведете там порядок. ФАПы начинают закрывать. Ну, закрывайте, оптимизируйте, никто не против. Но вы же сначала эти комплексы на колесах завезите, которыми вы хотите заменить ФАПы, а потом закрывайте. И что нам так дороги эти ФАПы? Один человек ходит там, фельдшер. Немедленно разберитесь, Наталья Ивановна, вы контролируете эту сферу, подключитесь. Подключитесь и посмотрите. Да, не надо нам ФАПы, которые бездействуют. Но ведь там, где люди живут сотня и больше, пример России, они позакрывали, а сейчас пытаются героически обратно вернуться. Мы что творим? Разберитесь, ФАПы, участковые больницы, там же наши люди живут. Что делается для достаточно обеспечения лекарствами населения, в том числе сельских жителей, с лекарствами полный бардак. Кто хочет, тот берет, кто хочет, тот несет, куда захочет, туда и несет. А какие меры приняты по расширению производства востребованных препаратов? Во время Жарко доложили, больше 50% начали производить собственных препаратов и остановились. Лежим и не шевелимся. Бюрократизация. То, чего быть вообще не должно в здравоохранении. Главный показатель эффективности вашей работы не количество отчетов, а люди, которым вы помогли сохранить здоровье, а порой и жизнь. Не бывает неважных пациентов. Все важны. Продолжение следует. Продолжение следует...